Привет, друзья! Это Егоров. Извините, что в таком походном положении. Сегодня покажу вам влог, где объясню, что будет дальше с МФЛ, со всеми командами и со всем остальным. Но чисто нет времени записывать что-то иначе, потому что дикая запара, пытаясь организовать матч Броков в Оренбурге на субботу. Еще нет официальной информации, но надеюсь, она появится. Это будет наш матч с командой Российской премьер-лиги. Сегодня сыграли с Сахалинцем и вообще очень много-много-много-много интересных тем. Ну давайте сразу по порядку начнем с дяди Коли Осипова, который провел конференцию для капитанов команд. Я сейчас потом покажу, как я пообщался с капитанами команд. Но сейчас сначала Коля ответит на вопрос, почему он взял в лигу дружину, а не, например, СД. И помимо дружины еще и футбольный клуб Саслана Гатагова. Сразу все спрашивают, почему именно дружина? Ну почему дружина? Вот сегодня Дидар сказал, что ему непонятно это решение. Давай так. Решение по командам принималось коллегиально. Людьми, которые максимально компетентны, как мне кажется, с точки зрения развития аудитории лиги. Поэтому дружина, команда с заявкой, которая оказалась на столе при рассмотрении, и вовлеченность, заинтересованность основных действующих лиц этой команды дала возможность поверить в то, что аудитория, пришедшая вслед за этой командой, даст рост медиалиги в целом. Поэтому дружина. То есть это Егор Дружинин и вся вот эта тусовка танцоров и так далее? Егор Дружинин, Илья Вербух и масса других понятных людей для широких масс. ФК БАС. Говорят, что это твоя дружба с Асланом. Ну, дело в том, что мою дружбу с Асланом нельзя приплетать к попаданию с Асланом в список команд участников лиги. Просто потому, что я и с другими людьми прекрасно дружу. Это тот же Валера Ильдара Стармикса, но их в лиге нет. Это тот же Дима Григорьев и Леша Чекевич, команда Арт, которые тоже в лиге нет. То есть фактически БАС это замена на спорте? То есть как будто это на спорте только новый проект? Можно сказать и так. И плюс из диалога с Асланом Маратовичем есть понимание, что к нам придет достаточно большое количество людей. Никогда в жизни к медиа футболу не имеющих отношений, но с большой аудиторией за ним стыдно. Это их сюрприз, не могу об этом говорить слухом. Помимо прочего, основные новости, что будет в медийной футбольной лиге. Ну, во-первых, скорее всего будем играть на Луче. А5, где нужно перестелать газон. Перестелать газон это 4 ляма. Николай Иосифов сказал, может быть эти 4 ляма добавятся к призовому фонду. И будет другой какой-то стадион. Пока еще его не ввели в эксплуатацию, но он находится в другом месте. Команды так что-то подумали, подумали, говорят, не, давайте лучше Луч. И все-таки, как Луч? Ну, просто на том стадионе меньше зрителей. Вот вы как думаете, на каком стадионе лучше играть? Может Луч для вас стал родным? Помимо денег на Луч, естественно, деньги будут тратиться на призовой фонд. Всего призовой фонд составит 10 миллионов. И изначально Николай Иосифов предложил поделить эти 10 миллионов так. 70% на медийную активность, 30% непосредственно за футбольные успехи. Но не поддержали этой идеи, потому что это нововведение. И лучше уж тогда делать 50 на 50. Все проголосовали 50 на 50. И еще один вопрос. Никто не знает, как эту медийную активность считать. Например, вот мы, Броуки и Амкал в исполнении Германа предложили, чтобы медийная активность считалась за счет трансляций и обзоров, которые посмотрели на YouTube-канале Медиалиги. Ну, то есть, если вашу команду вы подогрели интересный матч, если там нормально выступили на конференции, если были яркими, вот это вас смотрит, значит, вы больше бонусов принесли Лиге. Ну, и плюс считать там какие-то ваши медийные успехи, например, там ваше появление где-нибудь там в телеграм-каналах основных медиа СМИ. Но это тоже достаточно странно, потому что СМИ могут писать там только Амбамкали и Тудроц. В общем, так и не пришли к этому единому знаменателю, так что я не удивлюсь, если вообще сделают 70 на 30 в пользу футбола. Также обсуждались другие темы, например, что же провести. Матч медийной команды с Динамо Минск, с действующим, скорее всего, может, они выиграют чемпионат Белоруссии. И, например, в Лигу Чемпионов попадут. Ну, может такое быть. И будем играть типа с командой ЛЧ. Ну, либо сделать матч звезд в Москве. Опять же, здесь было 50 на 50, в основном за матч всех звезд там тоже люди выступали. Но непонятно, может, будет и то, и другое в Минске. В Минске интересно, тем более Райзен хочет казино играть. Еще больше вопросов было по ГДК. Ну, никто не захотел брать на себя эту ответственность и принимать там решение, кто медийный, кто не медийный и так далее. И поэтому вопрос сказали. Николай Осипов, Дмитрий Картава и господин Ипанасенко, как представители судейского комитета, будут тихо и для себя принимать решение по всем спорным вопросам. По правилам. Против проголосовали оранжевых карточек. Скорее всего, останется красный мяч, но не точно. Ну, и чистое время также остается. Ну, и плюс правила офсайда тоже приняли. Это когда вот там вот где-то твоя нога там цепляется за какую-то линию. И если ты даже ближе к воротам, но все равно с защитником прикасаешься каким-то образом, значит офсайда нет. Это для того, чтобы больше забивалось мячей. Да, еще одна новость. Отменился турнир в Казахстане, точнее, перенесся на 8 дней. Это, в принципе, многим в плюс. Плюс, наверное, особенно Броуком, потому что сейчас команда ищет новых-новых и новых-новых футболистов. Ушел Бухар из Броуков, ушел Гили из Броуков. Зато сейчас появится достаточно сильный латераль Медини, который еще в прошлом сезоне играл во втором дивизионе, у которого 300 тысяч подписчиков, между прочим, в Инстаграме. И этот топ, он занимается полезной деятельностью. Что еще можно сказать по ситуации с Броуками? Нельзя не заявить о том, что мы отказываемся от идеи приглашения Виктора Блатова, потому что Виктор Блатов, очевидно, не нужен Амкалу на данный момент. Ну, три причины, почему он не нужен. Потому что Амкал хочет все выигрывать, потому что Амкала, как я уже говорил, есть три форварда. Ну, и потому что мы посмотрели видео Васи Маврина, где он критикует Витю Блатова и говорит, что его не нужно брать. Конечно, мы Васю послушали. Ну, это шутка, естественно. Но просто Витя сделал предложение, хороший клуб, хорошее предложение, и мы вышли из сделки. Здесь все логично, у нас будут свои форварды, пусть играет молодой Арсений Капитанов, например, даже на этой позиции. Да, также наш состав, если брать форвардов, пополнил Аслан Секоев. Он выступал за КамАЗ в этом сезоне, выступал в ФНЛ. Также у него есть матчи в Российской премьер-лиге за Тульский Арсенал. Вот, посмотрим, попробуем, как ему удастся заменить или усилить даже команду в отсутствии Лиги Кожухаря, которая сейчас играет в премьер-лиге Киргизии за команду Чемпион. Что ж, теперь перейдем к логу, где я поговорил с Текилой, где я поговорил с капитанами команд, где мы какие-то темы обсудили. Смотрите, комментируйте. На другое сейчас у меня времени, к сожалению, нет. Ну, и, конечно же, советую всем обязательно, прежде чем показать этот лог, обязательно покупайте, если вы в Самаре, билеты на матч «Крылья Советов». Обязательно мы будем скидывать донаты в помощь Фину, которому сейчас нужна пересадка костного мозга. Мы от Броков от меня, обещаю, обязательно переведем хорошую сумму денег на... ...и руководителя футбольных клубов МФЛ. Я беру телефон и записываю маленький влог. И сразу меня интересует футбольный клуб «Дружина». Неужели они в новом сезоне МФЛ? Неужели вы в новом сезоне... Ух, на аналог, сразу, сразу получили. Это реально сейчас было пробки, это реально глупо, это пиздец. Как вы тут указали? Слушай, случайно проходили, на самом деле. И вот просто слота не хватало, звонок, Алёй, Алёй, Николай, да? Да, да. Как бы всё, мы здесь. Вы понимаете, чтобы SDFamily исключили из списка? Слушай, мы никого не исключали. Если кто-то не исключал себя, то они сами. Да? Ну, а как и всё? Нет, ну, хорошо, давай так. Почему вы попали? Твои предположения? Слушай, мои предположения такие, что у вас на самом деле два слота, которые освободились, но это же реально случайность. То есть, если... Давай уберем, что они не попали. Да нет, давай конкретно. Почему именно вы? Потому что мы с SDFamily, причем. Да, потому что мы с Идрой с реальными руками. Это прямая дорога. Вы знаете, что наших рэперов вчера помилит? Да, это были не мы. Не, на самом деле... Даже знаем, чего вкинули. Ну что, типа, это было недружимым, да? Да, недружимым. Истинно. Ну ладно, посмотрим. Какой у вас бюджет в месяц? Бюджет? А это Титан еще? Нет, самые большие зарплаты какие у вас. Например, больше ста есть оптималипсис? Нет. Нет. Есть или нет? Нет, есть получили. Да нет. На самом деле мы сейчас несколько трансеров договариваем по сумме, но просто нет смысла. Типа, за бабки прям конкретно. Есть команды, которые за бабок портят картину в целом, не людей, не правильно. Понял. Но у вас бюджет больше трех миллионов в месяц? Ну, около того. Понял. Дружина сказала, что есть команды, которые... О, здравствуйте. Что есть команды, которые портят своими бабками либо. И смотрели на вас в этот момент. Мы не за бабки. Мы не за бабки. Мы за эмблему. Вы взяли Майку Крапивникову? Да. Все уже, подписали контракт? В смысле нет? Ну, он в КС-ку-то у нас играет, просто с вами не все. В КС-ку, а футбол будет играть? Посмотрим. Вы уже предложили ему зарплату? Нет. Как-то нет. Он не за бабки. Нет, не дожди, мы же ему предлагали условно 90 тысяч, он сказал, что в Титане дает больше. Ну, мы с ним условия не обговаривали, он говорит, я готовлю в Титане бесплатно. Может вы что-то не так делаете? Хорошо, больше 100, да, он зарабатывал? Ну, честно. У Титане, зарплата меньше 100? У нас нет больше 100. Он говорил, что 100 ему предлагают, Титане, у меня на стриме. Не на стриме, а в интервью. Говорил, что 100 ему предлагают, Титане, зачем ты сливаешься? Я сливаюсь? Да ладно, ладно, мы предложили условия, но не больше, чем у вас. Ну, просто, понимаешь, вот есть брокер. Хорошо. Сломанный, Майк еще не сломан пока. Ну, не поломанный. Психологически он не был поломан, когда уезжал в Самхалом куда-то? Психологически. Слушай, вы все сливаетесь, вы все не можете, вы пришли в медийно-футбольную лигу, и ни один из вас не может четко сказать, да, ёпте, я предложил Майку такие-то условия, будет у нас, если что-то зарабатывать больше сотки, и еще плюс у него продакшн будет. Вот этот ваш обещанный, вот этот обещанный, понюхать продакшн. Эти вон играют бесплатно. Скажите, да, мы друзья, мы друзья Коли Осипова нас дали в лигу, поэтому, как и меня. На самом деле, Титане все просто, он хотел видеть меня на дракте, чтобы выкупать и предложить хорошее условие продакшн. Не получилось до конца. Короче, вы будете ходить как в РПЛ, вокруг да около. Походу да. Понятно. Ну вот скажи, я только что делал интервью с Львом, который говорил, что вот Алан Гатагов, это вот прям вот душа на спорте, и он меня мотивирует не бросать команду. Через день Алан Гатагов становится тренером команды Боуссу. Получается, получается, я его захочу. Получается, что он еще один человек, который предал Льва. Текила, ты, и еще теперь Алан Гатагов. Получается, нам надо будет уже в четвертом сезоне создать команду и называться предатели. ВК предателей. Да, предатели, царя, зверей. Да, я слышал еще, что Гебдругой какое-то свое название придумал. Вот типа мне говорил? Нет. Значит, какой-то капотеряшка что-то там. Это для вас? Вкидывай дальше. Молодец. Почему Алан? Ну, я скажу так, что у Алана вообще появились амбиций тренировать в целом. Когда мы с ним поговорили после того, когда объявил, что я ухожу, он сказал, мне интересно поработать на спорте. Я говорю, вопросов нет. И, ну, долго тянулось конкретического битона. Это Льва. Я ему говорю, давай попробуй с нами. Ну, вот тебе турнир. Давай с нами. Ну, пока я не получил от Лиги подтверждение, что мы в Лиге, что мы от этих сегодня заходим. Я бы, если бы этого не было, я бы к ним не выходил с этим предложением. Я считаю, что ему будет конкретнее для себя, для Алана понять, нравится ему это или нет через турнир, через соревновательный процесс. Ну, я предоставил ему возможность. Так же, как Алан однажды предоставил мне возможность понять, что такое тренировство, делал для меня команду WorldFair. Я полностью спонсирую ее, полностью поддерживаю ее. Ну, я считаю, что такое, как Алаверды, я думаю, что правильнее было бы сделать для брата, которому интересно попробовать себя на посту тренера. Так что... Кто у вас будет партнером? Какая компания? Да, ну, пока все, давай так, ну, не имею права. Вы подписались? Ну, мы на финальной стадии, да. Назывались суммы, что ты запросил за 4 месяца МФЛ больше 20 миллионов? Ты ходил с предложением, что у вас команда с хорошим бюджетом. Я не знаю, ну, это как бы корректно с моей стороны называть, раскрывать... Неточную сумму, но примерно... Я скажу так, что не за так... Мы просили порядка 30 миллионов, но на практический год. То есть, ни в коем случае не на турнир, потому что я понимаю, внутри анту вообще бюджетов, и наскольки понимал, и понимаю политику многих клубов по бюджету. И, ну, это овертоп, типа, ну, овернодер. Просить столько на короткий турнир, ну, это много. Но мы понимаем, что у нас есть статьи расходов, и основные статьи это по медиа. И, ну, раздувать просто так перед партнерами нет смысла, потому что они уже уменьшатся деньги. Зарплаты примерно в вашем клубе. Вы будете ориентироваться на молодых, или вы сразу ставите задачу выиграть? На молодых. Нет, ну, Дим, я скажу так, что задача, условно говоря, дать конкурентную какую-то вот от себя игру 100%, да, ну, есть для этого игроки, молодые, но, опять же таки, мы хотим, чтобы и медийные игроки в балансе с профиками, они себя, как бы, проявляли на футбольном поле, потому что есть некоторые кейсы от нас заготовлены. То есть у вас нет такого, как у Разина, я, сука, пришел сюда выигрывать эту лигу? Ну, по крайней мере, сейчас на третий сезон у меня нет задачи, там, выигрывать каждый матч, и цель, там, кубок. Потому что сейчас вокруг нас очень серьезные команды, там, начиная от вас, Анкал, Фудрос, и, там, Родина, сюда сейчас залетают в хорошем составе. Ну, то есть средняя зарплата у вас будет вообще ноль? Ну, скажу так, что у нас, я со своей стороны буду утверждать, да, как я не являюсь каким-то президентом. У нас есть, ну, некий, ну, такой Сенат, да, у нас есть центр принятия решений, где угодно. Вот и президент клуба, и владелец клуба. Ну, я создатель, но я ни в коем случае не кладу на себя такие какие-то ярлыки, что я президент, я один, и все, нет. Мы будем совместно с, там, истерийским составом, и еще с медийным блоком принимать, ну, кто нас продюсирует, ребята, да, мы с ними будем общаться, как это лучше будет, какой концепт, какой именно по результату и по балансу медиа. И скажу так, что по зарплатам у нас не раздуто все. Ну, у нас будет концентрация на тех игроках, кто поверил, остался со мной, кто ждал они, да. Мы им, ну, такой некий бонус делаем с точки зрения кладов, а с остальными будем уже индивидуально разговаривать, кто-то даже будет играть и не бесплатно. Как понять ситуацию с Артемом, потому что на стриме нам много вопросов задавали, он в бусине, в бусине, он в двух командах, в одной команде. Ну, потому что ты говорил, что он твой спортивный директор, и я так понимаю, что ты захочешь, чтобы в апреле он к вам присоединился окончательно. Мы с ним поговорим, в любом случае. Если ему комфортно оставаться с вами работать, ни в коем случае я на него не претендую. Вот, если у него есть желание консультировать меня дистанционно, без каких-либо там подписаний, ну, официальности, да, потому что я считаю, что мне будет некорректно по отношению к вам, потому что человек с вами работает, и как-то разделять его между двумя клубами, это будет неправильно. Поэтому, если он говорит, что мне комфортно работать с броками, вопросов нет, вот, я там, мы можем даже увидеться на троих, там, и разъем позвать, да, чтобы коллегиально принять решение, как будет и вам комфортно, и мне комфортно. Потому что у него есть наработки по второму сезону, которые мне понятны, и он круто с этим справился. Интересен ли он мне? Конечно, интересен. Но если он с вами, я его не трогаю, пару консультаций от него получу. Как он видит, я могу там обратно сесский фидбэк от него получить по некоторым игрокам, но я думаю, что, наверное, право за ним сейчас не расстается за вами. Как ты будешь себя вести на присуху, как в первом сезоне? Два глупых брата сидят и обсуждают и считают какие-то деньги. Ты понимаешь, что у тебя основная концентрация ада, которая будет? В любом случае, ну, то есть у тебя есть два варианта. Либо молчать вообще ничего не говорить, или нет, ты будешь ходить. Я молчать ни в коем случае не буду, и у меня даже есть уже ориентиры, по которым я еще у меня есть прекрасный человек, который будет со мной также по этим моментам, ну, так сказать, мы будем с ним консультироваться. Это Миша, делал дождь, бывший продюсер на спорте, я его с удовольствием к себе приглашаю. И у него есть предыстория там с теми же козлами, и у нас есть. Главное, как, смотря как группа будет, если к нам попадаются, условно говоря, броуки, козлы, и кто еще там с корзин может попасться, например. Титан? Ну, титан вроде в четвертый. А, в четвертый. То можно будет повеселиться? Нет, в любом случае, Дим, я считаю, что не то, что я буду искусство создавать, типа повода, нет. Ну, а ты будешь ярок. Я буду топить, ну, полностью гасить команды, так что готовьтесь. Хорошо. Я возвращаюсь, понятно. Господа, ну, как Казахстан вчера слетали, расскажите-ка. Вообще, если серьезно, то это батербол. Есть такой вид спорта, и мы туда команду отправили, бутербол играть. Это такой глупый баскетбол борцовский. Вот. А так, да, мы уже на чемодане сидели. Ну, вы летите в связи с переносом? Да, вы. Это житель. А что делать? Там тепло. Там по кайфу, там дерби с броуками. Как вы Павличенко затащили в себе? Так, говоришь, затащили. Знаешь, такой... Ну, у него была там родина, медиа, насколько я знаю. Мы там тоже обращались. Но мы как узнали, что там остальные нас уже опередили, мы такие, ну, ладно. Да там и как бы. Дорого же. Да там и консвы, а не встал, ушел. Дорого же очень Павличенко. Да я бы не сказал. Да там вообще деньги не основное. Что думаешь, что он в тоталхеме не заработал, что ли? Нет, там в другом. Во-первых, его племянник же у нас играет. И это такой тоже был серьезный аргумент, потому что он прямым текстом стал. Он таким образом уже и Влада поддерживает. Представляешь, два Павличенко на поле. Один нападающий, второй полузащитник. И сейчас Тайс Астрогинов, Влад сразу забил. Сразу. Да, вопрос был. Но мне кажется, это было основное принятие решения. Плюс мы сели, поговорили. Я понимаю, что с ним и Дима Тарасов так же говорили, еще кто-то. Но мне кажется, наш разговор тоже имел значение. Когда мы вот сели с ним, мы прям поговорили. А чего он хочет от Павличенко вообще? Он хочет футбол играть? Мне кажется, он хочет получать удовольствие от футбола. Вот я такого не прошу. Он просто покажет. То есть не денег, не медики, а просто именно играть в удовольствие с чуваками, которых он знает. И в прикольный футбол. Потому что, например, играть в FNL 2 или FNL даже, человек уровня Павличенко просто не должен. А зачем вы тогда овечки набрали? А здесь просто фан. Он же однотипные два форда, которые захотят играть. Большие, мощные. Такое ощущение, как будто бы... Тем более же два тайма. Нет, такое ощущение, как будто вы такие. Так, вот этот известный, мы его берем. Так, этот известный, мы его берем. Так, Павличенко топ. Такое ощущение, как будто вы сейчас Титан переплюнули в это. Смотри, во-первых, у нас есть двусторонки на тренировках. Нам всегда нужны форварды одного амплуа, чтобы за две команды играли. Раз. Во-вторых, в футболе два тайма. А вообще, если уж на то пошло, то мы в этом сезоне в большей степени рассчитываем даже не на Павличенко, не на Овечкина, а вот на Шарифа Олега. Еще один форвард оранного типа, метр девяносто роста. Но вы в этом году, я понимаю, задачи ставите выиграть? Нет, мы ставим задачу в плей-офф. Честно. Я сейчас мог хайпануть, сказать, сейчас обыграем. Задача – выйти в плей-офф. Я как понял, что из четырех команд выходят две в группе, и это непростая задача. Но после первого сезона, я так понимаю, пацаны не перегорели, и все хотят до сих пор здесь играть, доказывать, рубить. Я считаю, что у нас даже где-то челлендж появился, потому что наше место в итоговое седьмое место в группе, вот девятое место в группе, оно было абсолютно не по игре. И все это понимают. Поэтому у нас, ну, реально у нас такой челлендж внутренний есть. Что в этом году Медиалига должна сделать, чтобы быть интересной? Ну, не как бои, конечно же, бои всегда будут в этом плане развлечения. Мне, например, Медиалига больше нравится. Что должна сделать Лига? Ну, во-первых, она должна продолжать делать то, что делает, потому что она была же интересной. Еще больше интересных людей, и еще больше контента разного. Ну, давай, как есть, говорить. Ты, как никто, знаешь, главное, чтобы больше люди говорили, больше было инфу поводов и так далее. Ну, и там я слышал, что есть движухи, другие стадионы, новые большие площадки, хотя это не самое главное. Сложно давать советы тем, кто довольно успешен. Согласись? Вот, то есть, просто нужно двигаться дальше и не смотреть на шага. Да, не снижать темп, не снижать набранный темп. Вот и все. Ой, 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 ой. Ну, что, дядь Саш, ты получил аргентинское гражданство? Конечно. Ты наш патреон. Ой, блядь, из тех, кто связывает. Да ладно, что, Аргентина дружеская страна. Не, получил серьезно? Конечно. Или нет? Сразу два. Понятно, не дает два. И болезнский паспорт тоже. Ну, что, ты отдохнул, да? Нет, отдохнул, как с варькой загорелая. Выигрывать собирается. Зубы сделал почти. Почти. Ну. Да, блядь, а ты заметил, что когда в Россию приезжаешь, у тебя сразу рожа отекает, такая кожа сухая, нет? Ну, есть такое. Я вот приехал, у меня акклиматизация, есть простуда, блядь, на губе. Никогда ее не было, вообще не понимаю. Ну, скажи, кого вы там, вот ты вчера анонсировал, что вы берете какого-то супертопа, уже подписали практически? Нет, нет, не подписали и не хочу сглазить. Ну, ты, сука, знаешь. Это тот супертоп, которого... Ну, не надо, вынестируй, пожалуйста. Нет, я не буду говорить. Это тот супертоп, которого я имею в виду или еще другой? Ну, для нас тут тот самый супертоп, да. Хотя мы подписали еще одно и рассматриваем еще. Но сейчас гонка идет за всеми ребятами, у кого есть медийный статус. Потому что повысили в регламенте, да, во время игры должно быть теперь не два, а три. И, естественно, все понимают, что медийные с уровнем игры, как и Асашка Кила, нахуй не усрались. А они же так тем более. Вот такие причем подойдут, да? Я не знаю, кто их. На Васильце, по-моему, больше больше. А, я не знаю. Может, не узнал. Привет. Здорово. Здорово. А у тебя статус медийный? Не, вообще, медийный статус? Переходи. Да? Блин, вот, знаешь, я что думаю, что все-таки для сохранения вот этого вот фишки медийный статус должен остаться, допустим, у Техилы, у Форзы. У Сани Фифа. У Сани Фифа. Пацан, я согласен. А вот у таких ребят должен быть медийный профик, например. Либо вообще отменять, нахрен, это медийный статус. Нет. Нет, спасибо, спасибо. Я поздравил вас с гражданством, которое у него нет. Видишь, какая выборка. А сыном я в телеграмму поздравил. Крибинский, который МЧСник, чтобы просто был нейтральный. Вот это, знаешь, дурачить публику, дурачить друг друга. Я еще в первом сезоне сказал, давайте МФЛ переименуем в, там, я не знаю, межкалактическая футбольная лига. Ну, точно не медийная. Ну, какая она медийная, там здесь нет ни одного медийного. Да, да. Насасывают все эти статусы, непонятно. Вот интересно будет, если у нас в Порте еще были реально кто-то медийный, да, когда они ушли, ну, когда все развалилось, все самые медийные, там, в том числе, Ладо, да, сначала в Тудроц сказали, теперь у нас, вот у Соса Бас. Кто там будет медийный? Естественно, ну, как бы, Лига пойдет навстречу, и он тоже сможет доказать кого-то и сделать медийным. Но это опять-таки сделать. Давайте отменим нахуй это все. Вот, давайте отменим, будем играть в футбол. Какая разница, и так все люди из первой лиги здесь играют. Ну, да. Ну, какой смысл? Ну, давайте оставим, давайте оставим статус медийного, там, ну, тоже, там, у Фарзяра, у Санни Фифаш, чтобы иногда они хотя бы выходили. Не, не иногда. Смотри, и теперь тогда получается, что медийный, вот такой медийный, должен обязательно выходить. Либо делается тогда медийный профит, и медийный профит, допустим, лимит два медийных профита должно быть. И медийный. И тогда строже к медийному, который действительно делает контент на постоянке, да, которого все комьюнити считает медийным. И тогда шансов выйти к тому же Форзе гораздо больше на поле. А там, ну, эти планы, ну, эти мы... Почему? Ну, здесь тогда футбол тоже какой-то дурацкий будет. Ну, что, будет один из тех, кто слабее. Давайте создадим вторую медийному, где будут реальные бронки против реального текила играть. Вот что, что ты придумал, это херня. Да я нет, блядь. Да нет, ну, нахера тебе две команды, блядь. Это одна команда. Ты одну-то доведи до полуфинала хотя бы. Пусть вторая занимается сама, я не лезу туда. Они сами все делают, с Аней Фифаста обрезают. Ну, это, тем более, это будет херня. Там, где тебя нет, это, сам понимаешь, все по пизде пойдет. Да и так все по пизде идет. Вот, а ты вторую команду создал. Не только у меня, вообще. Ну, вообще, да, согласен. Что что-то не то, не хватает он. Знаешь? Это потому что лел дождь ушел. Льва бросил. Ты тоже льва предал, да? Или нет? Или ты не предал? Вот еще один человек. Кто у вас будет в единице? Я уверен, что Миша, я уверен, что Миша вообще ни разу не появится. Ну, он что, один раз? Не, появится. Понявится? Ну, один раз. Ну, один раз, понимаешь? Ну, блин. Хайбурь особо интересно, да? Не, почему он будет? Ну, он будет из Дубая смотреть в футболшоп. А, он в Дубая не живет. Не, не живет. Так что ждем возвращения. Литвин будет играть, получается. Да, блин, я уверен, что Миша ни разу не выйдет на поле. Завтра он будет играть? Завтра он не будет. И ни разу не приедет на конференцию. Ну, может, один раз. И, может быть, ну, на бровке, наверное, он будет. Как Соболев, короче, с GK. Вот примерно так же. Будет участие Миши. Ошибочное мнение. Бля, если нет, то просто супер. Мишань, поддержи нас. Ты дашь, блядь, невероятный импульс своими подписчиками. И вообще всем тем, что ты умеешь. Ты найдешь это, взглядишь и сделаешь просто шоу. А если так, блядь, на полшишечки, ну, блин, у нас таких проходимцев было. Сахалининс так не заходит на полшишечки. Ну, все. Вы зачем Бухара забрали у нас? Не забирали. Мне звонили вчера Бухару. Говорит, я перехожу в Сахалининс, чуть не плачу. Ну, блин, ну, ладно, переходи. Да не мог он так говорить. Но он на просмотре тут вопросов нет. Но как бы нет такого, что он прям переходит. А зачем он, будучи на просмотре, уже сбежал от нас? К вам вопрос. Согласна. Все хорошо. Спасибо. Спасибо, все хорошо. Так. А ты за кого? Я с десятки. Ты не будешь играть? Не, не. Почему? Не даю футбол? Ну, я как-то решил завершить, и все в целом. Здорово. Вот он.